всем привет сегодня получил очередную посылочку такую вот небольшую для своего 3d принтера как видим здесь arduino 2560 ramps 1.4 и 5 драйверов шаговых двигателей оценил оригинально китаец в 40 центов посылочку реально заплатил и 16 долларов 10 центов за нее значит я вот скрыл проверить все ли на месте что мы видим сама ардуинка мега 2560 это китайский клоун самый обыкновенный каких множества ничего особенного вроде бы как практически все ровно запаяно так не значит вот сама ардуинка смотрим дальше набор перемычек колодка разъем питания сам ramps на таком вот защитном материале так ну вроде бы ножки не погнулись все целые и ровные вот такой вот ramps версия 1.4 драйвера так вот они 5 драйверов и 5 таких вот маленьких радиаторов стрим скотчем штучек и вот такой вот коротенький usb кабель вот хороший такой кабель он экранированный так это значит вот весь комплект все что было так ну если по ардуине скажем так говорить тут особо нечего 12 мегагерц кварц стоит есть варианты на 16 мегагерц скажем обычная самая ардуинка значит вот он ramps ramps сам по себе что представляет это грубо говоря обычный shield для подключения все периферии всех двигателей хотендов экструдеров всех датчиков самой ардуине грубо говоря это обычный шилд он одевается так вот здесь ошибиться сложно потому что такие вот разъемы то есть ну по-другому вы их просто не оденете совмещаем просто все пины смотрим чтобы аккуратно все попало в свои места и соединяем вот значит все у нас есть соединил соединили значит ардуина сама она преобразует она может считывать как данные с компьютера g команды такие g коды также из карточки обычной sd-карты если поставить вот и она преобразует значит вот эти все g коды сигналы и управляют посредством вот этой платы рамп 1.4 самим уже 3d принтером двигателями там и всем остальным значит сама плата рамп одевается вот я говорю поверх ардуино и все подключения идут именно через нее за исключением только и избить 12 12 вольт подается также сюда на эту плату и сама ардуинка запитывается уже непосредственно через плату рамп так ну я вот схему подключения такую картиночку выведу сейчас на экран всех вот этих вот подключений для наглядности вот значит питание подается вот через эту вот колодочку непосредственно сюда 12 вольт вот так вот оставляем блок питания достаточно мощный нужен 12 вольт до 30 ампер ну 30 это с запасом принципе там здесь вот указано колодочка 15 ампер всего лишь что якобы удерживает здесь значит они два контакта идут на питание хот-энда и стала все остальные на питание всей остальной электроники и двигателей то есть чтобы не подключать четыре провода можно просто здесь вот перемычку там вот соединить два плюса и все минусы там соединены а вот плюсы вот здесь вот видно соединить их и значит чтобы лишние провода не тянуть ну провод потолще взять соответственно ну значит обычно используется для подключения к этой плате белинейные шаговые двигатели типа там нема 17 вот как я ранее приобретал значит они подключаются по четырем проводам проводки там обычно в комплекте идут с двигателями либо вы их отдельно покупаете проводки желательно конечно перевить между собой косички такие чтобы не было никаких помех вот значит шаговые двигатели работают вот через такие вот маленькие драйвер и значит на каждый двигатель идет такой вот драйверок значит они бывают двух типов вот в частности у меня это а 4988 я вот тоже картинки покажу и бывают еще двр 8825 они отличаются значит током вот которые двр 8825 они немножечко получше но они будут подороже у них значит у тех ток повыше и микро шаг более мелкий можно сделать вот на вот эти вот на вот эти вот драйверов надо обязательно приклеить потом будет вот эти вот радиаторы ну здесь уже есть как бы можно конечно этот скотч убрать потому что скорее всего это обычный не термоскотч обычный хотя кто его знает китайцы там заверяют что это термоскотч но можно нанести сюда термо клей и просто приклеить и все тогда перегрева не будет значит вот этим вот подстроечником регулируется ток значит вот характеристики вот этого драйвера а 4988 он максимально что может выдать это передать до 2 ампер ток и шаг самый маленький можно поставить это одну шестнадцатую шага вот если крутить значит этот переменник по часовой стрелке то ток увеличивается вот значит здесь под самой платой и вот на самой плате вот под этими драйверами вот есть такие вот штучки перемычки вот при помощи от этих перемычек как раз таки выбирается шаг двигателей то есть я тоже вот такие таблички покажу как устанавливать эти перемычки вот в частности я буду использовать микро шаг одну шестнадцатую то есть все три перемычки должны быть одеты то есть на всех вот этих вот разъем чеках ошибиться тут тоже сложно будет по подключению его сейчас если достать здесь значит подписаны все выводы все написано что куда подключать и соответственно мы вот по плате тоже смотрим здесь то есть но ошибиться сложно будет все вот эти шага драйвера шаговых двигателей значит устанавливаться еще скажу немножко про вот драйвера дрв 8825 в чем их отличие значит ток у них два и два ампера то есть на 200 миллиампер выше но шаг у них можно сделать одну 32 то есть гораздо гораздо мельче шаг и более точно они могут управлять вот такой вот вариант ну значит как подключается здесь у нас все здесь принципе все подписано вот x y z мы видим все вот эти оси то есть подключается это все как бы без проблем перепутать сложно но вот допустим двигатели оси z их там два можно подключать как параллельно просто вставляем два обычных штекера вот сюда и сюда либо но это такая вот если параллельно подключать такая схема не очень хорошая скажем почему потому что двигатели могут пропускать шаги и будет перекос чтобы такого не было подключаются двигатели последовательно то есть между собой провода спаиваются и подключаются сразу два двигателя в один разъем такой вот тоже вариант я там картиночку со схемой приведу изображение вот в принципе здесь тут особо то и говорить больше нечего все в комплекте есть дисплей у меня уже тоже есть сейчас я попробую значит все это собрать воедино поставить сюда перемычки и попробовать залить прошивку а ну вот все перемычки установлены сейчас я приклею значит на данные драйверы вот эти радиаторы и будем устанавливать драйверы в принципе я остановлю запись как все вот это соберу дело продолжу ну вот значит я все подключил радиаторы я пока не клеил значит подключил переходник для нашего дисплея шлейф и все-все полностью подключена залил прошивку сразу я поставил сюда русский язык и посмотрим подадим питание что у нас из этого всего получится подаем питание вот видим дисплейчик загорелся вот дисплей горит но видим что у нас ничего не работает у нас здесь есть вот такое сообщение er ошибка мин тем то есть о чем это говорит это говорит о том что у нас не подключены термистеры здесь вот если посмотреть на плату подключаются термистеры t0 t1 t2 если особенность такая что если нету термистера на хот-end вы ничего не сможете сделать самый простой вариант я вот сделал так вот взял обычный резистор на 50 килоом то есть можно взять любой до 100 килоом вот такой проводок обычный и мы подключаем его вместо термистера вот я подключаю на t0 ничего не происходит нажимаем нажимаем значит reset на arduino перезагружаем прошивку видим пошла загрузка вот видите 3d принтер готов написано готов готов снизу ну сейчас попробуем в меню войти все вот видите полностью все на русском языке все работает действие настройки нет карты действие меню парковка то есть как бы все работает все без проблем вот такой вот значит получился обзорчик ну далее будем собирать все остальные запчасти еще в пути пока но основная масса уже приехала прошивку я немножко буду дорабатывать потому что она идет базовая и под себя настроить там надо более конкретно ну на этом наверно все буду заканчивать подписывайтесь на канал ссылочки на все вот это что я покупал значит оставлю как всегда в описании всем пока